Здравствуйте, дорогие садоводы! С нетерпением бегу к вам навстречу, прервав посевы. Они сейчас у меня каждый день, потому что хочу вам рассказать об интересной серии ранних неприхотливых вкусных томатов фирмы Айлита. Серия так и называется Северяне. Обратите внимание, вот здесь вот стоит надпись Северяне. Что это значит? Наконец-то будут удовлетворены полностью те садоводы, которые не имеют возможности поставить теплицу. Выращивают что-то в теплице, у которых рано начинается холод, фитофтора, и помидоры не успевают сполна отдать урожай. Серия Северяне разработана специально для вас. Она позволяет вырастить томаты в открытом грунте и получить урожай ничуть не хуже, а местами даже лучше, чем в теплице. Если раньше у ранних томатов вкус был, скажем откровенно, посредственный, теперь вкус отличный. Они будут хороши и в соке, и в салате, и в консервации. Итак, томат так и называется, приполярный. Через 95 дней созревает. То есть сей 1 марта, март, апрель, май, и в июне, в первой декаде вы уже получаете первые плоды. Сеете в апреле, получаете первые помидорки для дегустации уже в конце июня. В открытом грунте выращивается. Между прочим, вы можете прямо сейчас, кто на севере, чуть позже посеять в теплице. Эти томаты выращивают безрассадным способом. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте так посеять. Томат лель, посмотрите, обалденный томат для консервации. С вытянутыми, прекрасными плодами. Они очень крепкие, хорошо приносят транспортировку и вкусные. Очередной мой помощник, садовод. Томат алпатиевый 905А. Тоже, смотрите, так и написано, для открытого грунта. Прекрасный, выдающийся, супер, мега урожайный томат. Монгольский карлик, я думаю, вы все уже знаете этот сорт. Теперь его можно приобрести по самой низкой цене у айлиты. Пионер севера. Классный ранний томат. Если вы вдруг еще не сажали томаты, начинающие садоводы, непременно начните свой путь именно с этих сортов. Они не подведут вас, даже если вы совершенно не знакомы с этой культурой. Итак, рассказываю дальше. Томат якут. Отлично подходит для открытого грунта, выдерживая даже грядку в небольшой легкой полутени. Непременно его посадите. Через 2,5 месяца уже у вас будут первые томаты. Считаем от появления всходов. Красное море. Это ранний томат для открытого грунта. С розовыми кистевидными плодами. То, что нам нужно. Вкус обалденный. Засолочное чудо. Этот томат говорит сам за себя. Отлично годится для засолки. Успевает дать урожай до появления первых признаков фитофторы. Чуть не забыла рассказать вам еще про один обалденный сорт. Наверняка большинство из вас с ним знакомы. Это тот самый жорик-обжорик. Смотрите, кисти видны. Он буквально весь усыпной. Не выше 45 см. После сюжета оставляю вам ссылочку. Переходите, приобретайте. Еще не поздно посадить самые неприхотливые, ранние и вкусные томаты. С вами была Светлана Самойлова. Нескромного вам урожая. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok